всем привет всем привет и добро пожаловать на мой канал и кто смотрел предыдущие видео тот уже знает что ко мне в гости пришла галя что мы с ней печем вафли вафли печенье вафли печенье с новой вафельницей посмотрите предыдущие видео про эту массе пупочку прикупила а еще когда я меня выписали из больницы на следующий день галя принесла мне целый пакет как их зовут беляшей беляшей я вам говорила что я была в полном восторге я их тут лопала беспрерывно но сама их никогда в жизни не делала и как их делать не знаю и вот галя сказала что на у меня мы приготовили все что нужно для беляшей вам расскажем и покажем как мы будем делать оставайтесь с 200 грамм воды просто обычно кипяченой молочком подогрета вам его подогревом микроволновке вот дальше что туда надо пол чайной ложки соли давай так столовую ложку сахара да достать я потом беру так что сюда еще так этому а вот это вот тесто которое вот мы сейчас делаем ты его только для беляшей используешь я и пирожки делаю и пирожки также и пирожки также делаю ну пирожки которые в духовке или которые жарить и жарить тесто такое у тебя универсальная не знаю какую я и таким тесто так размешаем вот это вот так и дрожжи вот покажи дрожжи эти дрожжи это турецкие вот таня их очень хвалит мая и она все время из ну готовит их используют когда выпечку использует ну доктор от когда этот у нас тоже в продаже есть ну посмотрим как турецкие больше чем-то отличаются ну вот которые живые дрожжи турецкие таня привозила они отличаются вот сразу говорю нежели наши живые ну может быть там конечно завода еще производителя зависит не знаю наши вот не так быстро подходит как эти а это надо пару делать или нет не прям сразу все замесили да слушай как а я вот ну слышала и знаю что вот говорят что дрожжи нужно в сухую смесь добавлять вот эти вот можно и сухую смесь я добавляю а ты прям так делаешь они я правда немножко оставляю их вот сейчас добавлю муки немножко значит а чтоб чуть-чуть подачу и чуть они это чтобы разошлись и ну хорошо да ты чуть-чуть муки доходишь добавить да а сколько вообще муки надо вообще вот на этот где-то грамм 600 ну будем смотреть да как там по консистенции а сейчас типа как опала чуть чуть-чуть да да чуть-чуть а сейчас это дрожжи немножко разойдутся и вообще все остальное будем замесывать я поняла чё как дрожжи разошли чуть-чуть да это еще муки добавила дайте потихоньку добавлять мешать муки то хватит то хватит уж переживаю я скачу этих как их зовут беляшей беляшей а у тебя откуда рецепт стать этих беляшей знаешь даже не полный туалет в обед всегда так делаешь я гальменика то не попадала к тебе ни разу на беляши ты знала как-то скрывал от меня конечно не правда ни разу тебя не видела работают работают тут заработает на нас турецкие дрожжи работают что-то решила на столе вымесить а ты тоже без муки вымешиваешь тоже на масле мне тоже нравится на масле очень удобно но какой-то мягкая у тебя и это не будет как зависишь покажешь готова или скроешь эту ценную информацию от моих зрителей вымесили тесто положили обратно ему мисочку и прикрываю полотенчиком да или чем-то затем пленкой затянуть или так и это долго ему там стоять минут 15-20 а пока мы сделаем это мясо начинку фарш так тёмно ну а хотите одной луковицы или еще надо на этом году фарша на нас пол килограмма достаточно достаточно вон эту мисочку так гаде значит фарш туда лук соль и перец больше ничего не яйца не ничего ничего галя вот смотри у меня вот есть такая вот соль адыгейская пульсуешься ей она там она там вон с приправками там с какими-то не надо никогда туда и не будем экспериментировать просто посоли мы просто поперчим до такую соль не будем добавлять так мелко накрошила лук до миленькая соли сколько надо ну что ли я делаю по вкусу пробуешь фарш вот я тоже пробую всегда у меня это 5 если я не пробую я могу не досолить или пересолить я тоже всегда пробую перемещаем фарш у нас свинина с говядиной пополам и лучок сюда сейчас перчика найду покажу я вот очень люблю вот этот вот приправа кота не именно 4 перца прям вот мне очень нравится ты тоже да я всегда покупаю когда вот в пятерке со скидкой бывают еще покупаем еще это кота и еще есть какой-то это и забыла смесь перца тоже значит так и сольки мало будет добавить а водички не надо чтобы пожить не надо ничего так а тут а тут у нас тесто уже подходит так вот блестящее красивое но еще мало оно поставил не просто да чтоб еще чуть-чуть так вот у нас тесто готова ведь как хорошо ну подошло здесь уже стоит масло галя тут пол бутылки ухлопала масло здесь мы будем это жарить печь беляшики а тут галя подготовила себе плацдарм маслом смазала поверхность стол каких-то там колобков накручивает ты все хочешь колобки сделать они это не все можно покажешь нам тогда поэтому как это как делать надо пока масло это разогревается такой блинчик сделала до ничего сделала теперь вот это вот защипываю все вот это дырочку не надо делать никакой дырочку не делаю и все готов ну вот у тебя перележь готов ничего еще вы делает это дырочки я не делаю дырочки да мне кажется масло уже готово все сейчас а ну прям тут так долго не жарится то нормальный огонь или прибавить убавить что надо сделать чуть-чуть упасть они растут ну какие красавцы получаются галя не все всплыли так надо конечно мне неудобно сейчас мне кажется лопатка удобнее будет галь вот такие колобки получаются ням-ням галя не меня за вторая партия пошла эти вот на бумажное полотенце выложили масло-стекло вкусненько галя ты волшебница смотрите какая гора беляшей у нас получилось давай мы один вот разломим покажи какой который немножко это постыл а ну давай а то эти горячие ну ка показывай вау ой какая вкусная там соку столько вообще вот это вкусняха вот это здорово ну все теперь будем есть пить и наслаждаться ну что напекли мы беляшей до этого мы че с тобой эти печеньки это в том видео в предыдущем спасибо что были с нами спасибо что посмотрели галя спасибо что научила делать вот эти вкусняхи теперь мы будем объедаться а с вами прощаемся до следующего видео и пока 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 пока